Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня лекция номер 11. Это общестанционные системы газотурбинных электростанций. В общестанционную систему газотурбинных электростанций в первую очередь входит это топливное хозяйство. Топливное хозяйство в газотурбинных электростанциях обеспечить подачу основного резервного топлива к почтным системам топливоподачи. Его назначение сводится к хранению запасов жидкого газотурбинного топлива, который обычно является резервным, к организации ввода присадок топлива для борьбы с коррозией и для интенсификации процесса коррекции. В топливном хозяйстве осуществляется очистка и прогровка жидкого топлива и его подогрев. На рисунке 5 и 9 представлена схема топливоподачи газотурбинной установки на жидком топливном. Значит, здесь 1 – это насос, 2 – это фильтр, 3 – подогреватель, 4 – сливная эстакада, 5 – это приемный резервуар, 6 – бак для хранения топлива, 7 – подвод греющего рабочего тела, 8 – расходный бак, 9 – бак для хранения контролированного топлива, 10 – это узел переключением отработанного топлива, 11 – очистка замазучных вод, 12 – слив газотурбинного топлива, 13 – слив дизельного топлива, 14 – провыночная вода и деэмульгатор, 15 – присадка, 16 – топлива ГТУ, 17 – рециркуляционные трубопроводы, 18 – система подогрева при сливе, 19 – бросы в мазут, а – это основная схема только на легком топливе, 20 – б – это расходный бак с насосом, 20 – линия пускового топлива, 21 – г – схема водоприсадки, 21 – схема промывания топлива. Система топливного хозяйства, обеспечивающая работу ГТУ на природном газе, состоит из газораспределительного пункта и в отдельных случаях включает доживную компрессорную станцию. Схема подачи жидкого топлива включает не менее двух емкостей для его хранения с учетом возможности питания ГТУ в течение суток из одной цистерны. В другой цистерне за это время происходит отстой и подготовка топлива при температуре 45-60 градусов Цельсия. Забор топлива из цистерна во избежание попадания воды и механических примесей от стоя осуществляется плавающим устройством. В обязательном порядке из топлива удаляют воду. Наличие в жидком топливе воды способствует его окислению. В воде могут содержаться соединения коррозионно-активных элементов, как натрий, калий, кальций, магний. Кроме того, вода мешает эффективной фильтрации топлива в топливных фильтрах. Для снижения содержания в жидком топливе элемента, вызывающих коррозию детали проточной части ГТУ, его предварительно обрабатывают специальными присадками. В качестве присадок используют магниевую соль, жирный кислот и специальную комбинированную присадку магния плюс сло. Подготовленные присадки смешиваются в смесителях 10 с топливом и направляются топливным насосом второго подъема. На рисунке 5-10 представлена схема водоприсадок газотурбинного топлива на установке ГТ-100. Схема состоит из приемного бака, бачков с присадкой, насоса для дозирования присадки, бака для приготовления присадки в топливом, фильтра, насоса-дозатора, регулирующих клапанов, буферной емкости смесителя и так далее, также дренажом. На рисунке 5-11 представлена типовая схема двуступенчатой промывки тяжелого жидкого топлива для ГТУ. При этой схеме удаляют коррозионно-активные элементы. Процесс промывки осуществляется в сепаратах 1, 15 и 2, 9 ступеней. Помимо этого, жидкое топливо подогревают для лучшей транспортировки по трубопроводам и обеспечения высокого качества распыла в топливных портунках. Рисунок 5-12. В системе топливного хозяйства жидкого топлива используются топливные фильтры различной конструкции. В качестве фильтрующих элементов применяются металлические проводочные сетки, искусственные ткани, термостойкая бумага, фибро, керамические материалы. Природный газ целесообразно подавать на вход газотурбинную электростанцию с постоянным и достаточно высоким давлением, которое на 0,3-0,5 мегапаскаль превышает максимальное давление воздуха в камеру с горами ТУ. В качестве примера, вот на рисунке 5-16. В качестве примера, возьмем схемы... М-м... 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 Вот на рисунке 5.19 представлена схема подвода запального газа КСГТУ типа ГТ-109. Баллоны с пропан-бутановой смесью поступают на электростанцию в специальном помещении. Газ через редукторы подается в общий коллектор, из которого по системе трубопровода с запорной арматурой поступает к зажигателям в камерном сгорании. При охлаждении на стенках трубопроводов может конденсироваться влага, поэтому газ поступает через расслойник, расположенный в нижней точке системы. Из него влага периодически сливается открытием ручного вентиля. На КСГТУ газ с воздухом к запальнику могут поступать раздельно или после предварительного смешения. А на КСГТУ запальник подается уже готовая горячая смесь. Это связано с тем, что при пуске ГТУ сначала зажигаются КСВД, а потом КСНД. Последнее расположено по ходу газа, и воздух КСНД поступает за балластированным продуктами сгорания КСВД с меньшим содержанием кислорода, поэтому для зажигания применяется воздух от технологических компрессоров. На ГТУ типа ГТ-150 для зажигания топлива КС также используется предварительно подготовленная горячая смесь пропан-бутана с воздухом от технологического процесса. На рисунке 5.20 представлена газовая работа технологической системы газоэспределительного пункта ГТУ-ТЭЦ в городе Электросталь. Работа на природном газе. Снабжение ГТУ-ТЭЦ природным газом осуществляется по трубопроводу с условным проходом до 300 мм от газореспределительной станции давлением 1,2 мегапаскаля. Газ поступает на газореспределительный пункт, затем из ГРП по трубопроводу ДУ-500 подается в котельное отделение и по трубопроводу ДУ-300 в дожжимную компрессорную. Схема дожжимной компрессорной представлена на рисунке 5.21. На входе в ГРП установлены два фильтра, в котором газ защищается от механических примесей. Параллельно фильтром устанавливается байпас. После фильтров газ разделяется на два потока и через обсадомерный диафрагмент подается в линии редуцирования и далее в котельное отделение в дожжимную компрессорную. Редуцирование газа считается в две ступени и на входе газ имеет давление 0,1 мегапаскаля. Предусмотрены три линии редуцирования на рисунке 5.20, малых расходов 3 с расходом до 5000 кубических метров, две линии редуцированы на 1,2 с расходом до 20000 кубических метров. Линия малых расходов предназначена для заполнения системы или для работы с малым расходом. На выходном коллекторе из линии редуцирования установлены два предохранительных сбросных клапана, которые открываются и сбрасываются в давление газа в превышении расчетного давления в 15%. Газ в дожжимную компрессорную поступает через электро-книвмок в априндале, подается на вход дожжимных компрессоров марки 2КО1W, где сжимается в давление 1,9 мегапаскаля. В дожжимной компрессору находятся два дожжимных компрессора, основной и резервный. Максимальный расход газа на линии составляет 25000 кубических метров в час. В газопроводе после компрессора установлен фильтр для очистки газа и улавленный масло из топливного газа. На выходе из дожжимного компрессора также стоит электро-книвмок в априндале. Параллельно основному электро-книвмок в апринале на входе и на выходе линии в апринале установлен такой же клапан ДУ-20, предназначен для заполнения системы при запуске газа. Пуск энергетических ГТУ. Пуск энергетических ГТУ – один из важных режимов ее эксплуатации. Из него следует осуществлять в строгом соответствии с инструкцией работы изготовителя, соблюдая правила технической эксплуатации и безопасности. Прежде чем приступить к пуску ГТУ, необходимо проверить справедливость основного вспомогательного образования технологической защиты системы регулярной. Подлежит проверке качества массового масляного системы и подаваемого топлива. Операциями пуска ГТУ обычно полностью автоматизирована и ведутся под наблюдением эксплуатационного персонала. Режим пуска представляет собой вывод ГТУ на минимальный режим устойчивой работы. Для его осуществления необходим внешний источник энергетики. Это объясняется тем, что для начала вращения ротора ГТУ невозможно заряжать стопи ФПС. При малых частотах вращения ГТУ, создаваемые ее крутящими, меньше момента, необходимого для вращения компрессора. При определенной частоте вращения моменты вращения компрессора ГТУ выравниваются, и только после этого можно отключить пусковое устройство. В качестве стартера можно использовать электродвигатель, двигатель внутреннего сгорания, сжатый воздух и специальный резервуар, перевод электрогенератора ГТУ в режим двигателя с помощью телесторного пускового устройства. Последний способ все чаще применяется на современных энергетических ГТУ. Мощность пускового устройства расходится на покрытие разности момента вращения турбинной компрессора, а также на разгон ротора ГТУ. В течение всего периода пусковая мощность должна значительно превосходить недостающую мощность на вау ГТУ, чтобы уменьшить время запуска. Пуск и остановки ГТУ характеризуются рядом особенностями, которые необходимо учитывать при их проведении, а именно возникает очень высокое термическое напряжение в упаточном аппарате проточной части в корпусных деталях в роторе. Имеют место большие деформации в короблении всех элементов ГТУ, особенно в КС. Линия совместных режимов работы турбины и компрессора проходит вблизи линии помпажа. Это вот вы видите на рисунке 5.24. При пуске и остановке ротор, как правило, проходит первую критическую частоту, из-за чего возрастает вибрация у ротора и подшипников упора. К этому следует добавить, что хотя роторы прокручиваются в ауэпо-рутомы с этим перепуском и после остановки небольшого частота вращения, все же у ротора имеется прогиб, особенно у длинных тяжелых роторов. В следствии этого также возрастает вибрация, которая увеличится до тех пор, пока у вас фала непрямо в своей линии. В подшипниках имеет место неустановившийся режим работы с полусухим трением. Часто для облегчения работы подшипников в пусковых режимах на них установится гидроподъем. Это особенно важно для тяжелых роторов. В таблице 5.3.5.4 приведены данные по пусковым характеристикам отдельных типов энергетических ГТУ. Запуск энергетических ГТУ определяется инструкциями фирмы-изготовителя. На рисунке 5.28. Вот смотрите, здесь просто следует остановиться и подольше рассказать об этом. При числе оборотов ниже, чем нормальное число оборотов, мощность пускового устройства должна увеличиваться. Газовые турбины, соответственно, тоже увеличиваются. И потребляемая компрессорная мощь, соответственно, увеличивается. КПД газовой турбины в этих режимах составляет значительно. То есть это до 60 до 84. Температура выходных газов постепенно снижается. Давление выхлопных газов остается примерно на том же уровне. Начальная температура газов перед газовой турбиной имеет самое низкое значение при малом количестве оборотов. И давление газов на входе в ГТУ как раз-таки тоже имеет малое значение, но увеличивается постепенно от 0.16 до 0.58 мегапаскай. Все, на этом лекция закончена. Спасибо.